Круглый стол Ассоциации посвящен актуальной теме – участие муниципалитета в формировании совместных программ развития санаторно-курортных и туристических услуг. Как успешный пример привели Сочи. Это первый город, где реализуется социально ориентированная программа «Открытый юг». Глава Сочи с ее презентацией побывал уже в 30 регионах страны. Анатолий Пахомов предлагает вернуться к проекту по остаровлению трудящихся, как это было долгие годы в Сочи. В советское время попасть в санатории было непросто. Они работали по путевкам от профсоюзов. Глава Сочи предлагает работодателям и сегодня отправлять своих сотрудников на лечение и оздоровление в наш город. Тем более, что цена снижена до предела – 1400 рублей в сутки. В эту стоимость включено питание, проживание и лечение. Проект принят на региональном уровне. Сейчас программа проходит согласование федерации, чтобы стать общенациональной. Программа «Открытый юг», которая предполагает, что все санатории города Сочи, то есть отели с лечением, будут принимать в период с октября по мая месяц исключительно трудящихся с северных наших регионов металлургов, нефтяников, шахтеров. Сегодня мы это видим как задача номер один. Мы хотим обратить внимание всех работодателей на важность этого вопроса. Из 65 санаториев города Сочи уже активнейшим образом, практически с полной загрузкой в осенне-зимний период, работает 20. На заседании глава Сочи обсудил и перспективы создания сети морских маршрутов между прибрежными городами. Спрос на такие перевозки есть. В этом году лайнер «Князь Владимир» за сезон перевез более 5000 пассажиров по черноморскому маршруту. Побывал лайнер в том числе и в Новороссийске. Этот город сегодня стал 11-м в числе муниципальных образований, входящих в Ассоциацию курортных городов. По словам заместителя мэра, привлекать туристов вне сезона в Новороссийске довольно проблематично. Возможности для этого у нас есть. Сейчас на ближайшую пятилетку у нас в планах строительства более 10 отелей. Также в планах у нас развитие делового туризма. Поэтому сегодняшнее вступление в Ассоциацию нам позволит изучить все проблемы и не сталкиваться с ними в дальнейшем, что позволит наиболее быстро привлечь туристов в наш город. В завершении встречи члены Ассоциации подписали резолюцию о создании единой федеральной программы по оздоровлению россиян. Она, помимо прочего, предполагает субсидирование путевок для работников здравоохранения и классификацию всех без исключения средств размещения. Также предполагается наделить органы местного самоуправления полномочиями по контролю за сдачей в наем жилых помещений. Татьяна Говоркова, Галина Моисеева, Демидь Даниловский, телекомпания ФКТ.